Трагедия с Юлией Ирнеденко произошла в мае прошлого года. 17-летняя девушка вместе с тремя знакомыми отправилась отдохнуть на квартиру одного из них – Сергея Сенсеневича. Неожиданно к ним присоединился сосед – Павел Губин. Компания выпивала. Через некоторое время Павел принёс ещё самогона. Мероприятие закончилось тем, что на ногах остались только Сенсеневич и Губин. Юле стало плохо и её уложили в комнате. А после, чтобы привести в порядок, отвели в ванную, где, собственно, и произошла трагедия. Девушку облили самогоном и подожгли. Она скончалась в ожоговом центре, так и не вспомнив, кто именно её поджог. По подозрению в убийстве был арестован Павел Губин. Против него свидетельствовал Сергей Сенсеневич. Однако сам подсудимый своей вины не признавал, говоря, что хозяин квартиры виновен. Суд длился в течение года. Никаких вещественных доказательств вины одного или второго не было найдено. Однако гособвинения и семья Юлии Ирнеденко уверены – виноват именно Павел. Среди их аргументов тот факт, что во время досудебного следствия он косвенно признался в непредумышленном убийстве, имеет негативные характеристики, задолжал кредит и несколько раз менял показания. Губин изменил четыре раза показания во время досудебного следствия и два раза изменил показания во время судебного следствия. Ну, вывод один, на мое смотрение. Дельно хотелось бы вкратце обратить внимание на то, что версия с тем, что якобы Губин по телефону разговаривал во время загорания Юлии, полностью провалилась, потому что, во-первых, мне была обеспечена явка этого свидетеля, это раз. Во-вторых, даже показания, те, которые мы услышали при оглашении материала в дело, дали всем, кто жил, кто присутствовал в судебном заседании, оценить их. И там было всё очень понятно. Они просто противоречили показаниям Губина. Сам Губин в зале суда утверждает показания, он кардинально не менял, лишь уточнял. Более того, говорит его защитник Сергей Позняков, диск с первым следственным экспериментом якобы потерял следствие, а он мог подтвердить верность одной линии. До экспертизы не опровергали слова подсудимого, который описывал пламя после того, как Юлию якобы облил и поджог Сергей. Кроме того, настаивает адвокат, у Губина, в отличие от Сенсеневича, не было мотивов для совершения такого жестокого убийства. Вот у Губина, который видел эту девушку первый раз в жизни, мотивов совершать это такое жуткое вообще убийство, ну просто не было, понимаете. В то же время, как если вы были в судебном заседании, вы видели, что Сенсеневич долго и, скажем так, с переменным успехом ухаживал за Юлией Ирнеденко, то есть она была уже не девушка. На месте преступления под диваном, где она лежала, где ей было плохо найдены презервативы, в том числе и распечатанные, но не использованные. При этом гособвинение не взяло в расчет то, что в пользу Губина свидетельствовал еще один из жильцов дома. Он якобы видел, как с утра в подъезде Павел публично обвинял Сергея в убийстве, и тот этого не отрицал. Но пострадавшие уверяют, эти свидетельства сфальсифицированы. Очевидец из неблагополучной семьи. Поэтому даже в отсутствие прямых доказательств суд, оценив предоставленное, должен признать Губина виновным и осудить на 14 лет. Хотя это и не максимальное наказание за убийство, совершенное с особой жестокостью. На мою думку, что вина виноватого Губина доведена в повном обсязі під час судового розгляду, что от нас и вимагает закон криминально-процесуальный. Это, по-перше, что стосует запропонованного много покарания, то я вважаю, что это будет достаточно покарания в сукупности того, что самовчинено особо, его особистість, характеризующие данные, и оно будет достатним для його выправлення і запобігання вчинення нових злочинів. Сам Павел вину не признал і попросив його оправдати. Единственне, говорить он, о чому жалеє, так это о том, що, в принципі, прийшов в тот вечір в эту компанію і не змог спасти Юлю. Його именно підставили. Це, во-первых. Вторе, у них було масса можливостей именно договоритися. І третье, я утверждаю це, і пусть мене хоч хто-то попробують обвинить во лжі. Своє рішення по делу о гибели Юлии Ирнеденко Червонозаводський суд огласит уже в понедельник. Марина Николаева, Геннадий Байков, Агентство телевидения Новости.